Так и здесь. Там тоже отключают, говорит, включают. Там отрубают эти американцы с интернет. Тут уже сказали, что все будут улетать. И знаете, Тихонович, встретился такой термин. Хула на священника. Что это за термин? Что она обозначает? Хула на священников? Да, да. А какая разница? Хула на жену, хула на детей. Хула остаётся хулой. Только в зависимости от чина человека увеличивается стоимость. Вот подошёл ты, ткнул или ударил. Ударил бомжа. Ударил начальника городского. Ударил президента. Разница есть. Вот в чём дело. Я судился много лет. И как вот, там, кто передо мной виноват? Я выиграл эти суды. А компенсация там, ну, несколько тысяч. Но когда на Лужкова сказали, что у него какие-то там дома есть большие в Швейцарии, и не нашли, то уже совсем по-другому. Вот Юсуповы, князь, княгиня, в их доме был убит Григорий Ефимович Распутин. И там написали так, что он оказался там, что жена Юсупова, княгиня, нравилась ему. И поэтому она его заманила туда. Подали в суд. Ну, они-то, как бы, французский знают, англия. Переводчик был француз у них. И они в Англии подали, и доказали, что они в это время, она была в это время в Москве, она не могла его замянуть. И ей присудили возмещение ущерба несколько миллионов стерлингов. Вот так. В зависимости от величины человека, величина наказания. И поэтому, если не платит дещитину, он ворует у Бога, не у бомжа. И поэтому проклятием прокляты вы. И ваши благословения все. Вы обкрадываете меня, говорит Господь. Не просто свечку где-то взяли, а из храма утащил. Святотатис. Вот и все. Просто получается, слово хула само, как бы, хула на Духа Святого, мне понятно. А хула на человека. Как может быть хула на человека? Что это вообще такое? Как это понять? Ну, как понять? Ну, похулел. То есть, принизил его авторитет, унизил. Как это хула? Возвег на него то, чего с ним не было. Самое поганое. И хула на человека. Ну, значит, конечно, если это проповедник, если говорит по слову Божию, а другой там называет еретик, он будет отвечать по полной программе уже, как богохульник. Хула на Духа Святого в человеке, который был. Имеется в виду, что если священник, допустим, беззаконствует, беззаконно, как правильно сказать, и, допустим, говоришь, вот этот священник, он в этом не прав. И, то есть, тут такое раз, допустим, замечание, ага, ты похулил священника. То есть, если он отступает от канона, он отступает, значит, от праведного, от чистого. Говорят, ты хулишь священника, значит, это не является хулой. Ну, конечно, нет. Ты, наоборот, считай 3.18 из Икииля, просчитай. Ответ там. Из Икииля 3.18. Ну, можно до 20 стиха. Видишь, что, сестра, там хула на Духа Святого, же Христос исцелял действием Божественного Духа. Ну, он, как Бог это сделал, действием Святого Духа. А они говорили, это бес тебе. То есть, они Духа Святого бесом назвали. То есть, они... Вот и хула в этом хула-то. И здесь, если ты священник, он, допустим, священник, а ты говоришь, это ты... Ну, то есть, ты его называешь не по чину, то есть, хулишь его. Говоришь, ты бес, там, или что-то такое. Вот это хула будет. Причина в том, что хула на Духа Святого от отвержения добра. Когда он исцелил, что может быть лучше? Добро или зло творить? И они молчали. И он воздрев на них с гневом уже на земле. Зло и добро представлено. Тут непонятно, еще огонь и вода, благословение, проклятие, можно судить. Ну, добро или зло, эти понятия нам ясные. И они молчали, скорбя об ожесточении сердца их. Жестоковыйное. Поэтому, а вот исцеляют, бывает, там, у баптистов, а бывает, исцеляют, исцеляют, добро делает или добро. Поэтому, ну, кто это говорит? А может, это мусульман. Он помолился там, и человек выздоровел. Ты промолчи, ничего не скажи. Почему дух дышит, где хочет? Это не говорит, что он спасенный. Поняла, спасибо, Христос. Игнатий Тихонович, еще такой вопрос. Есть, можно ли обличать родителя? Если родитель обижается, как бы на все, но обличать его можно, чтобы он пред смертью, ну, была у него возможность к покаянию? Ну, смотря в чем. Это очень опасно. А что ты обличать будешь? Как? Если это ясно все на поверхности. Ты можешь только молиться. И кротко-кротко, смиренно сказать. А вот я его буду обличать. Не советую. Ну, вот, допустим, вот бабушка. Очень любит мир. То есть бабушке 80 лет, но она очень любит выглядеть хорошо. То есть она с детей тянет новые шапки, пуховики, шубы, там, все мирское, косметику, все такое. Может ли сказать ребенок, что ты... Сказать можно. Сказать можно. Но как? Вот как описание нам показывает по отношению к старцам? С каким благоговением ты должен относиться? Тут нам поучиться у настоящих мусульман. У них это строжайше. Я попал однажды в такую катавасию, драка была между русскими. Ну, и бежали все. И около меня одного ударили, он покатился в киве другого. А этот только заглянул мне в лицо, уже в потемках. Крикнул с бегущим сзади. Это ксакал! И они все вокруг меня. Ни один не тронул. А у русских еще, значит, я не могу деть сдачи. И башку отрубили бы. Вот ты должен внимательно посмотреть, как. Тут не рассуждение. В разных категориях мы находимся. А мама вот у меня тоже на эту тему. Получается, папа и мама у меня. И мама, ну, как бы папе говоришь, что ей не нравится, когда в городу отпускают. И я не своими словами ничего. Просто я прислала папе вот именно стихи из Писания. Там, где говорится о том, что нельзя трогать краю проды своей. И я еще прислала из Ветхого Завета, там, где царь Давид не пустил в город этих слуг своих, которые мы обстригли. То есть я обличила его просто словами из Писания. И как бы я же не согрешила. Нет, не согрешила. Молодец. Но как сказать? Понимаешь, с неверующим когда? Я могу говорить одним тоном. С верующим другой. А если это епископ где-то, я еще подумаю на десятки раз. Но все равно скажу. Вот тут и надо знать. Я начальник детского лагеря 45 лет. И повторяю, плюс 3 года в новом формате по домам сейчас. И у меня наказание физическое прямо указано. При регистрации я никому не дозволил наказывать детей. А родители, как только детей я принял в лагерь, не имеют права его ни ударить, ни за уши таскать. А как я наказывал? Никто не видел ни разу. А он за стол садится, неправильно там идет. У меня в руках ложка, я показываю сразу вот так вот ложкой как брякну по столу. Все. Ну за 45 лет сколько раз ударили? Ни разу. А как? Я страху нагнал. По столу ложкой стукнул. Если ты на чашке склоняешься или облокачиваешься, я тебе пал бы вот так. И сам себя стукнул. Ну вот приезжают профессора психологии, это я маленькие примеры даю. И все разбирают, где вы этому учились. Нигде. В Египте не учился, как говорят. Я в Египте учился волшебству и в Индии. То есть про меня такие легенды составляли. Я учусь у ног Христа. Если накажешь дитя, оно не умрет. И на крики его не возмущайся. И потом у меня была такая дисциплина, когда приехал начальник высшего авиационного училища. Акопян Сергей Дживанширович. Он говорит, у меня среди военных такой дисциплины нет. За 45 лет ни одной еще в чашке не осталась еда. Вот так. И обречения должно быть. Я много обречал власти, партию, обречал масонов в ООН. Поищи где-нибудь. Кто писал обречительные письма в ООН? По слову Божию. Кто писал Патриарху? Очень обречительные письма. А я писал еще Пимену. Алексею Первому. Второму. И там не было ничего хульного. А прямо я писал вот так-то. А вот это делается не так. Почему нет благовестия? Почему людей, не рожденных свыше, допускаете до причастия? Я ставил им вопросы. И какое строгое будет с начальствующих взыскание? При мудрости Соломона написано. С начальствующих. А вы начальники? Ну вот, прочитай. 3.18 из Икииля. Ни у кого нету поисковика, наверное, да? Когда я скажу беззаконнику, смертью умрешь, а ты не будешь вразумлять его и говорить, чтобы остеречь беззаконника от беззаконного пути его, чтобы он жив был, то беззаконник тот умрет в беззаконии своем, а я взыщу кровь его от рук твоих. Но если ты вразумлял беззаконника, а он не обратился от беззаконного своего, от беззакония своего и от беззаконного пути своего, то он умрет в беззаконии своем, а ты спас душу твою. Написано «беззаконник». Это может быть начальник, президент, патриарх, кто угодно, беззаконник. Никакой градации нету. Он нарушает. А тебе это дано. А вот кто? Ну найди, кто мужчина есть рядом. А можно женщина? Нежелательно. Крайне нежелательно. Она должна быть безмолвью. Учить не позволяю. Отцу ты можешь сказать, ближним, домашним, но сказать так, чтобы было принято. По возможности. Я стою на вахте. Ограда железная. С той стороны подходит человек. Ну что, борода, как дела? Между нами решетка. Он в руках курит, и в руках у него водка, пол-литровка. Я только с ним начал говорить, но не больше пяти минут прошло. Он достал пачку папироса и развал выбросил, а бутылкой, как хрясну по бетонному пасынку, и все разбил. Вот и все. Игнатий Тихонцев, я вот вспомнила, у меня вопрос по поводу вот этих вот всех напитков. А Библия запрещает? Вот, например, про вино там есть, да, сказано, что разрешается вино. А вот эти вот там пиво, и вот эти вот водка, то, что пьют, и много, да, всякого сейчас? Это секера, секера. Все, кроме вина, секера алкогольная. И пьяницы царствия Божия не наследуют. Первый Коринфянам, пятая глава. Все. Покажи ему, а он не принял. Отойди, не бросай жемчуг перед свиньями. Но ты дай ему, на бумажке напиши ему. Вы теряете царство небесное. Ты будешь с жаждой, и не получишь. Так, подожди-ка. Доехала хорошо, благодарю за болиту. Встретили хорошо. Это Елена Фаур написала. Поехала домик брать. Не домик, а квартиру покупать. На Алтай приехала. У нее есть сын. Фотографию прислала она. Командированный он. Там уже не один год работает в Дубаи. Кто знает, что такое Дубаи? Что за государство? Дубаи правильно говорить. Дубаи, давай, правильно. Арабские эмираты. Одно из самых богатых государств в мире. И он там работает. Там самое большое здание. 850 метров, по-моему. Огромнейшее здание. Золотые туалеты. Аминь. Как у монахов наших по чаю в этой? И получает в месяц, командирован туда он, из Ливана, 3000 долларов в месяц. Игнат Тихонович, а можно вопросом задать? Можно. А вот у меня супруг все интересуется таким вопросом, что когда родился Иисус Христос, он утверждает, что прочитал в интернете, что... В четвертом веке до нашей эры. Значит, Иисус родился в этом же веке, в четвертом, до нашей эры. Или все-таки Иисус родился в 2022 года назад? Что-то начинала женщина говорить, и голос в мужской превратился. Добрый вечер. Добрый. Это супруг у Натальи. И он прав. Он прав. Ошибка эта подтверждается, но менять уже никто не будет. 26-й год идет. Он прав. Понял. Понял. Нет, там я прочитал в интернете, что царь Ир отправил в четвертом веке до нашей эры. Это 400 лет. Умер. Умер в четвертом году до нашей эры. А не в четвертом году. Все понял? Все наше. Это раскопки показали. Раскопки. И поэтому, от которой дату установил, там был один, Дениси Малый его звали, которому пасхалью надо было делать. В 532 году узнал. И подумали, что, наверное, столько лет назад. А до этого, в 532 году, эра шла диклетиана, самого главного гонителя христиан. Вообще непонятно. Но и ошибка, она ни на что не влияет. Но для себя мы это знаем. Это Стерлингов любит об этом говорить. А, Стерлингов, ну, понял. Еще вот один момент про Иоанна Предвечию. Это, получается, он двоюродный брат Иисусу, получается, да? Да. И разница у них между рождениями в полгода. И написано, что... Седьмого июля, седьмого июля Ивана Купала, то есть рождение Иоанна Крестита, через шесть месяцев, седьмого января, Рождество Христово. Понял. А как же юлианский стиль, грегорианский стиль? Почему разница в две недели? Потому что юлиановский, который показал, там не знали, когда високосный делать-то. И уже когда расчеты сделали за оно, там, по луновому календарю, и оказалась ошибка в 13 дней. И тогда перескок сделали. Называется григорианский. А какой правильный? Конечно, григорианский. И Григорий папа, папа римский был. А Юрий, Цезарь римский, как его тогда называли там? Да, да, да. Вот и все. Правильно они делают. Они правильно. Вот у нас бывает старообрядцы двумя пальцами, крестное знамение. А вот новообрядцы, вот это, которое основное, тремя. Как правильно? То и другое неправильно. Но это не влияет на спасение. А как правильно? Правильно пять. Вот как католики. Потому что изображается крест Христов. И на кресте пять ран было. Руки, ноги и вбок. И они так и говорят. Ты, сшедший с неба, меня, стоящим на левой стороне, благодаря пяти ранам Христа переведи на правую сторону. А Бога человек не умирал, человечество умирало. Божество бесстрастное, как говорит Иоанн Златоуст. Не Бог. А когда Бог был, Христос на кресте, одновременно он был и на небе божеством, и в преисподней. А тут они прямо свидетельствуют человечеству. Пять. Я не католик, так не буду, но я должен сознаться, что они правее нас. А они-то почему правее нас получаются? Потому что они пять пальцев, они не два, не три, а пять. Пятерневый показывает. Ты, с неба, сшедший на землю, благодаря пяти ранам, меня на левой стороне, благодаря пяти ранам, переведи на правую спасительную сторону. Вот почему. Да, да, я понял. Ясно. Спасибо большое. Аллилуйя. Спасибо вам. Будьте здоровы. Слава Христу. Вот люди интересуются, у Натальи муж, с какими вопросами? И правильно все, главное, сказал-то? Абсолютно правильно. Он прав. На сто процентов. Да, только век, не век, а год. То есть просто ошибся немножко. Ну, что я не расслышал, там, он простит меня. У него голос добрый. Так, ну, братья, все. Время 15.32 по-нашему московскому. Давайте помолимся. Я сейчас скажу, кому молиться надо будет. Давайте. Так. Виталий Калиников здесь. Игнатий Тихонович, ответьте еще на вопрос. Здесь вот в чате идет, и девушка обижается уже тут. Давай. Хотя и правильно отвечают. Она спрашивает, что будет с ее родными, близкими, если они не уверовавшие умрут. То есть они, вот она говорит, у меня есть такая родственница, что она вот не грешит, не грешит, и вот сама не грешит. И вот поэтому Царство Небесное будет у нее или нет? Мы считаем, Евангелие от Иоанна, 3 глава, 36 стих. Верующим в Сына Божия имеет жизнь вечную. Не верующий не увидит жизни, но гнев Божий пребывает на нем. Евангелие от Марка, 16 глава, 15 стих. Идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всей твари. Кто будет веровать и креститься, спасен будет. Кто не будет веровать, осужден будет. Все. Ну что-то молиться будем? Выбирайте. Я уже выбрал Виталия Калиникова, но он не отвечает. Он с телевизора сидит. А, ну ладно, минутку, подождите. А вот Вячеслав здесь или нет? Я не знаю, это Вячеслав какой. Так, сейчас. Какой Вячеслав-то? Ну какой. Ну и тебя какой-нибудь. Ну подожди. Выше Семена вот здесь он в списках. Москвич, видать. Ткачев? Да. Да, Ткачев точно, Ткачев. Ну фамилия не написана почему-то, пусть подпишет. Ну вот пропойки рождественских, все там. Где вы здесь присущественного? А Вячеслав здесь спросите. Нету. А, вот вижу, пишет, что-то пишет. Микрофона нет у него. Так, минутку, подождите. Идем дальше. А у нас тут написано Галина Мартюкова. Есть такая? Я не пойму. Ах, тачка у нас что-то с микрофонами. Есть, есть, все, ответили. А что я должен? Коротко после пения пропоете и скажете, это сказать, молитву сотворите, в конце скажете громко Аминь. И кто с ним согласен, все скажите Аминь. Галина, сейчас пропоет, брат пропоет молитву, а вы просто своими словами можете поблагодарить Бога? Хорошо. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Дева днись присущественно горождает, и земля вертек неприступному приносит. Ангелы с пастырями слава словят, вас вижу со звездою путешествуют. Слава тебе, Боже наш, слава тебе. Спаси Христос. Аминь. 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 Коротко, лоб и ясно. Аминь. 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 Аминь.